Новосерийский район 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 которые уже выступают на соревнованиях, которые имеют спортивные разряды. Но еще есть маленькая группа, группа начальной подготовки, у которых все впереди. Игра очень динамичная, подвижная. Ребятам нравится заниматься. Вот у нас первый год эта группа занимается. Но несмотря на то, что срок небольшой, уже есть результаты какие-то. Призовые места, первенство области, на открытый турнир нас приглашают. Регулярно выезжаем в соседние районы. У себя проводим, также приглашаем. Детям нравится, глазки горят у них. Главное, чтобы этот огонек не погас у них. Детям нравится. Игра. 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 номер два. Это самая большая школа нашего района. Она в этом году на территории школы проводится. Большая реконструкция, капитальный ремонт по федеральной программе всей школы. А плюс на сюда спортивная площадка, которая дана району, правительствам, губернаторам. Площадка сейчас сделается основа. Это три фракции щебня будут уложены, а затем единая подрядная организация, которая Минспорта нам даст. Сделает уже монтаж футбольного поля с искусственным покрытием. Мы надеемся, что уже к сентябрю месяц, начало учебного года, начнет работать. Традиционно у нас мы сохранили в восемь отделений по видам спорта. Мы сохранили все, чтобы оставить и преемственность, и сохранить все наработки по спортивному движению. И планируем еще в перспективе усилиться, посмотреть возможно, открыть еще отделение баскетбола. У нас группа детей с ограниченными возможностями здоровья. На базе нашей спортивной школы существует три таких группы. Детей по возрастам разделены в основном. Старшая группа детей, которые у нас в основном дети из четвертой школы, приезжают их нам. Те дети уже постарше у нас даже сдают на ГТО. В принципе, они справились все хорошо. Я довольна. Потому что четыре золотых значка, два серебряных значка и один бронзовый. В общем, молодцы. Стараются детки. Я преподаю четвертый год, но два из них была пандемия, мы работали на дистанте. Но за эти два года уже у нас есть маленькие звездочки. Например, 29-30 апреля проходил региональный турнир в городе Новотроицке. И наши воспитанницы две. Из четырех дистанций три серебряных медали, одна бронзовая, другая девочка две дистанции и оба серебряные медали. Девочкам по 10 лет. Первые места пока усыпаем, городским мы. Но думаешь, что у нас все впереди. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Ну, хочу высокого результата, чтобы дети стали чемпионами России. Я 20 лет играл за район настольный теннис с 1986 по 2006 год. Были четыре раза бронзовыми призерами финала чемпионата области за счет золотого полоса. В настольном теннисе у меня сегодня пока две группы. Мы будем набирать еще две в следующем учебном году. Субтитры сделал DimaTorzok Я пришла в волейбол, потому что это довольно активная игра. Мне нравится волейбол, потому что он легкий, я рядом живу. Наш тренер самый лучший, лучшая спортшкола наша. Раз в пять ездим на соревнования, четыре из них были удачными. Всего в спортивной школе у нас воспитанников 1497. Если по отделениям, самая многочисленная, это, конечно, греко-римская борьба. У нас на отделении греко-римской борьбы работают четыре тренера штатных. Работают они не только в поселке Новосергиевка, но и в наших филиалах, которые расположены в селах района. Есть одаренные дети. Их немало одаренных детей, но они, как бы, так скажем, чаще всего в какой-то момент они теряются. То есть идут по другому направлению. Бывает по учебе что-то, какой-то другой интерес. Чаще всего достигают высоких результатов это дети, которые упертые. Внутри у них есть желание, в голове есть. Плюс, если есть сторона еще, стороны родителей, мама, папа, которые направляют, без этого тоже невозможно куда-то двинуться. Должно быть тендем, единое целое. То есть семья, тренер, ребенок. Ощущал, что мечтал очень много лет, чтобы довести мальчика до звания чемпиона Европы, чемпиона мира. Конечно, гордость за его, ну, естественно, за наш обоюдный проделанную работу совместную.